Многие российские компании-грузоперевозчики всё чаще используют водительские экипажи — это когда в кабине постоянно находятся два водителя, поочерёдно управляя автомобилем. В обиходе такие перевозки ещё называют экспресс-рейсы. Посмотрим, как определяет слово «экспресс» в Википедии. Экспресс — транспортное средство для поездок на дальние расстояния с повышенной против обычного скоростью и меньшим числом остановок. Ну, скорость грузовика повышать некуда, а вот меньшее число остановок — это как раз по нашей теме. Зачем вообще это нужно? Кто-то скажет, как зачем? Чтобы быстрее доставить груз любимому клиенту, предложив ему ещё более выгодные условия и ещё более качественные услуги и так далее и тому подобное. Однако подавляющее большинство грузов и соответственно грузовладельцев никакой срочности не требуют. И даже более того, некоторым клиентам, наоборот, бывает выгоднее, чтобы их груз съехал дольше и таким образом бесплатно хранился. Ведь пока машина не пришла в пункт разгрузки, грузополучателю не нужно платить ни за склад, ни за простой этой машины. Доля же срочных грузов очень невелика. Это цветы, какие-то скоропорты, живые животные, почтовые, ну, может, ещё что-то. Так что инициатива по уменьшению сроков доставки чаще исходит не от грузовладельцев, а от самих грузоперевозчиков. Для чего же им эти гонки? Для более быстрой окупаемости подвижного состава. В коммерческих перевозках в этом смысле всё просто — простаивающий транспорт приносит убытки. А учитывая лизинговые и НДСные схемы, лучше ездить даже за копейки, чем стоять. В этом, кстати, существенное отличие больших контор от ИП-одиночек, у которых случаются такие ситуации, когда выгоднее стоять, чем ездить. Итак, для компании, имеющей заказчиков, есть смысл максимально увеличить пробеги автопоездов за единицу времени, допустим, за месяц. В идеале автомобиль должен ездить круглосуточно, останавливаясь лишь для загрузок-выгрузок, заправок и техобслуживания. Человек, берущий информацию из, так сказать, непрофильных источников, скажет «да-да, через несколько лет так и будет, ведь автомобили станут беспилотными и смогут беспрерывно трудиться на благо человечества». Но этот человек не профессионал, поэтому он не в курсе, что в этом направлении Россия уже, незаметно для всех, сделала инновационный прорыв, опередив все страны. Ведь у нас уже теперь, прямо вот сейчас, в круглосуточном режиме рассекают просторы и пожирают километры дорог сотни, а может уже и тысячи таких вот безостановочных экспресс-автопоездов. А сделать это удалось вот как. Нужно было просто отменить развитие систем контроля за режимом труда и отдыха водителей и продлить, негласно поощрять, его несоблюдение. После чего многие большие конторы и их водители с радостью приняли данный, так сказать, почин. И теперь они применяют невиданный ни на Западе, ни даже в Китае инновационный режим. Один рулит, другой в это время, то есть прямо во время движения, спит на спальнике. Потом они меняются. Тот, который спал, рулит, тот, который рулил, спит на спальнике. Тоже прямо во время движения. Потом они опять меняются, потом опять меняются, потом опять меняются. И так несколько недель, останавливаясь лишь для заправок, выгрузок-погрузок и перепрыгивания водителей со спальника за руль и наоборот. Так машина и ездит, беспрерывно. Лишь раз в месяц или в два, чуть ли не на ходу, происходит замена одного из водителей. И никаких тебе простоев из-за всяких там ежедневных или еженедельных отдыхов. При этом пробег должен получаться где-то около 30 тысяч километров в месяц. Компаниям такое выгодно? На первый взгляд, да. Хотя на самом деле они загоняют себя в угол, вынуждая конкурентов поступать так же и доводя до абсурда конкуренцию, основанную на несоблюдении законов. Водителям тоже кажется, что выгодно. Ведь они получают процентов на 30 больше, чем классические российские дальнобойщики-переработчики. Но если перевести их зарплаты на часы, получится всего где-то 200-250 рублей в час. Да и требуемый пробег, к которому привязаны зарплаты, нереально постоянно выкатывать из-за пробок, зим, погрузок-разгрузок и прочих задержек. Но такие пессимистичные подсчеты нам ни к чему, не правда ли? А теперь, несмотря на то, что фактически соблюдение режима труда и отдыха у дальнобойщиков в России не приветствуется и не контролируется ни государством, ни самими перевозчиками, все же разберем пункты нового 424 приказа Минтранса, касающиеся работы в экипаже. Разберем даже не столько, чтобы уяснить нормы, ведь они у нас никому не нужны, сколько для того, чтобы показать, насколько наплевательски в России относятся к автотранспортной сфере власти, что выражается, например, в небрежном и неграмотном составлении профильных законов. Собственно, главные косяки нового российского РТО по приказу Минтранса 424 мы уже разобрали, но они присутствуют также и в том, что касается работы в экипаже. Основное отличие норм РТО для водителей, работающих в экипаже, от норм РТО для водителей, работающих в одиночку, содержится в пункте 18. 18. Водители, работающие в составе группы водителей, далее экипаж, обязаны одновременно и полностью использовать ежедневный отдых не менее 9 часов до завершения ежедневного периода, который для экипажа допускается увеличить до 30 часов. То есть, во-первых, если для одиночного водителя используется 24-часовой отсчет от окончания ежедневного или еженедельного отдыха, то для парного экипажа 30-часовой. Во-вторых, если для одиночного водителя обязателен ежедневный отдых 11 часов в день и лишь 3 раза в неделю допускается 9 часов, то для парного экипажа всегда можно отдыхать 9 часов. И здесь сразу необходимо обратить внимание на то, что данная норма говорит об отдыхе обоих водителей одновременно, то есть об отдыхе именно в неподвижном автомобиле. Ни о каком сне на спальнике во время движения, как в описанном выше инновационном режиме, не может быть и речи. К тому же это запрещено и правилами дорожного движения. Читаем пункт 2.1.2. Водитель механического транспортного средства обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. А также пункт 5.1. Пассажиры обязаны при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими. Но даже если спальник и получится оборудовать ремнями безопасности каким-то законным способом, все равно это никак не будет считаться отдыхом. Хотя, если по нашему РТО отдыхом считается даже сон сидя, то есть вообще без всякого спальника, то вполне возможно, что наши законотворцы пойдут навстречу пожеланиям трудящихся и сделают законным сон на ходу. При условии, конечно, что водитель будет притянут к спальнику ремнями, как к кровати для душевнобольных. Итак, ежедневный отдых по закону возможен только сразу для обоих водителей. И даже если, допустим, машина стоит на погрузке, и один водитель занимается оформлением документов, а второй спит на спальнике, это не должно зачитываться второму водителю как отдых, даже если он будет спать 9 часов к ряду. Ну, если, конечно, не поставить на тахографе кровать и не двигать машину. Что касается времени для работы и времени для вождения. По максимуму для парного экипажа предусмотрен такой режим. Водителям дается на вождение и другую работу 30 часов минус 9 часов отдыха, то есть 21 час. Это на вождение и прочую работу. А поскольку, согласно пункту 18, время, проведенное в кресле пассажира, в рабочее время не включается, то и продолжительность ежедневной работы, смены, у каждого водителя экипажа та же, что и у одиночных водителей. Ограничения времени вождения для водителя экипажа тоже ничем не отличаются от ограничений для одиночного водителя. 90 часов за 2 недели, 56 часов за неделю, ежедневная не более 9 часов или не более 10 часов 2 раза в календарную неделю, беспрерывная не более 4,5 часов. А что насчет обязательной 45-минутной паузы, которая у нас называется специальный перерыв? В ЕСТР есть четкая оговорка, статья 7, перерывы, пункт 3. Для целей настоящей статьи время, не используемое для управления и проведенное в движущемся транспортном средстве, не рассматривается в качестве другой работы и должно квалифицироваться как перерыв. То есть сменившийся водитель, пересевший в кресло пассажира, может проводить 45-минутную паузу во время движения транспортного средства, управляемого вторым водителем. А вот что написано в нашем 424-м приказе в пункте 18. Время, в течение которого водитель находится во время движения автомобиля в составе экипажа и не управляет автомобилем, в рабочее время не включается. Хорошо, значит, по идее и у нас 45-минутная пауза, то есть специальный перерыв, тоже может проводиться в движущемся автомобиле. Однако смотрим про рабочее время в пункте 9. Рабочее время водителя включает время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем. Далее специальный перерыв. То есть специальный перерыв, 45-минутный, это рабочее время. И получается, что в случае с парным экипажем водитель, находящийся в кресле пассажира, будет проводить рабочее время в нерабочее время. Очередная путаница в 424-м приказе. И эта путаница еще усиливается, когда мы вспоминаем, что ведь в нашем РТО есть же еще и обязательный перерыв на обед. Пункт 17. Время перерыва для отдыха и питания должно быть продолжительностью не менее 30 минут и не более 2 часов, и предоставляться водителям, как правило, в середине рабочего дня смены. В случае с одиночным водителем обед может поглощаться 45-минутным специальным перерывом. Но как быть в случае с экипажем, если водитель проводит свой специальный перерыв на сидении пассажиров в движении? Будет ли это считаться обедом? Вот интересно, как в связи с введением новых норм перенастраивают тахографы в мастерских? Трудно представить, как все эти нестыковки возможно учесть при программировании. А ведь это еще не все, и цветочки опять впереди. Поскольку, как и в случае с одиночным водителем, в экипаже каждый может два раза в день брать десятку, то есть десятый час для вождения, может получаться ситуация, когда каждый управляет по 10 часов. Но мы только что выяснили, что всего за 30-часовой период обоим водителям в экипаже можно работать не более 21 часа. Соответственно, на сопутствующую работу, заправки и прочее, а также на нормальный прием пищи, остается всего один час. Такой режим – это то, что максимально позволяется выжимать из водителей в Европе. А в России? Вспоминаем про пресловутые часовые и двухчасовые допуски, которые мы разобрали в прошлом видео про РТО. В ситуации с одиночным водителем эти допуски, если и не влезают в рабочую смену, то хотя бы не задевают законный отдых водителя. А вот при экипаже могут получаться совсем невозможные ситуации. Смотрите, если каждый водитель возьмет десятку, а потом прибавит еще и двухчасовой допуск на доезд до стоянки, то оба смогут рулить по 12 часов, итого 24 часа. При этом на отдых в лучшем случае останется 30 часов минус 24 часа, всего 6 часов вместо положенных 9. Или что, при работе в экипаже нельзя брать допуски на доезд? Но ведь об этом ничего не сказано. Как же можно писать такие противоречивые нормы? Ну и еще один косяк. Пункт 19. Еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов. Этот отдых должен начинаться не позднее 6 ежедневного периода, наступающего с момента завершения предыдущего еженедельного отдыха. Однако, в пункте 18 сказано, что ежедневный период для экипажа допускается увеличить до 30 часов. Получается, что для экипажа еженедельный отдых должен наступать не позднее 30 часов умножаем на 6, 180 часов. А это 7,5 суток. И это еще одна серьезная ошибка в 424 приказе, получившаяся опять-таки вследствие использования лишнего термина ежедневный период. Сравните с ЕСТР, где говорится не про ежедневные периоды, а про 24-часовые. Поэтому и для одиночного водителя, и для экипажа устанавливается одна норма. Еженедельный период отдыха должен начинаться не позднее, чем по окончании 6-24-часовых периодов, начинающихся после завершения предыдущего еженедельного периода отдыха. Так что, еще раз повторяю, российское РТО по 424 приказу – это не ЕСТР ни разу. ЕСТР – это очень тонко настроенный документ, отшлифованный десятилетиями реальной эксплуатации. И перестановка любой закорючки в какой-нибудь статье приводит к нарушению смысла в другой статье. Поэтому для внутрироссийских перевозок нужно либо точнейшим образом скопировать ЕСТР, в том, что касается РТО, естественно, либо полностью, с нуля, написать свои собственные особые национальные нормы. Иначе получается какое-то извращение.